Три этажа науки, видите, которые я рассказал, что они куда-то делись, да? Они были немножечко недоступны для среднестатистического человека. Это же Советский Союз. Да, вы понимаете, в Советском Союзе были степени доступа к науке. Определенно. Вы должны это понимать. В таком государстве, тоталитарном, коммунистическом, там не бывает так, что всем все можно. Не положено. Какие-то вещи положены, какие-то вещи не положены. Поэтому каждый человек, вот эти названия, кандидат наук, доктор наук, еще прочие названия, эти люди имеют определенный уровень доступа к этому всему. То есть вы же не можете сравнить ученых, работающих, преподающих в университете, да? И в каком-то закрытом научном центре работающих. То есть это разные люди совершенно. То есть по классу, по уровню и так далее. Да, они тоже доктора наук. Да, они тоже имеют научные степени и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но уровень подготовки значительно выше тех, кто преподает в вузах. Вы же прекрасно это понимаете. Еще, когда я начинал, уже тогда была градация связанная с положено, как бы не положено. И я начинал там, где не положено. То есть у меня сразу был доступ прямой к тому, что не положено всем остальным. То есть в силу моего учителя, как бы в силу моего научного руководителя, как бы у меня уже сразу был доступ к тому, что не положено. А та наука сильно отличалась от той науки, которую я даже сегодня преподаю. Понимаете? И корни эта наука берет в Европе, в Германии. Это немецкая наука. То есть у нас первый университет, который был создан в царской России до 17-го года, это был 18-й век. До 18-го века у нас даже университетов не было. Первый был университет создан в 18-м веке. Правильно? В 18-м веке, это ломано слово. В 18-м веке. До этого у нас даже университетов нет. У нас все ездили учиться куда? За границу в Европу. Петр Первый ездил за границу учиться в Европу и так далее. То есть все наши соотечественники ездили учиться в Европу. Надо сказать, что там уже к тому времени университеты цвели геоцентром. Вот, например, Хальдербергский 1423-й год. Это 15-й год. А у нас первые через 300 лет только университет открыли. Надо сказать, что были университеты. Ну, назовем это так. Университеты 1223-й, по-моему, или 21-й год. Во Франции был открыт университет, но он больше специализировался, скажем, прямо на монахах, на священниках. Ну, учились и обыкновенные люди университет. То есть, по сути, это какой век? 13-й век. Ну, если это вообще можно, если это, потому что все, что до 15-го века, крайне заметно. Писненности это нет. Поэтому разговоры, ну, они есть, как бы, а документов нет, которые бы это подтверждают. А уже вот 15-й век, да, 15-й век, 1004-й, Хальдерберг, это уже, ну, понятно, машина, которая вся с документами, с архивами и так далее и тому подобное. Когда начиналось это все опять с теософского факультета, с монашеского факультета, как бы, когда людей учили теософии, а потом расширялось, расширялось и превратилось в город. Город-университет, Хальдерберг это город, городообразующий университет. То есть, ничего кроме этого университета в городе нет. Этот город Хальдерберг весь заполонен, все здания заполонены университетом, кроме зданий, где живут люди. Все остальные здания, это здания университета. Если вы откроете Википедию и почитаете, сколько студентов учится в Гальдербергском университете, вы поймете, что это город, реально немецкий город, где живут и учатся огромное количество людей. Надо сказать, что в Гальдербергском университете обучение бесплатное, то есть денег за это не берут, его финансирует немецкое правительство. Все требования к человеку, который хочет учиться в Гальдербергском университете, это знания немецкого языка на достаточно высоком академическом уровне. Это все требования. Ну и учиться. То есть Гальдербергский университет закончили все. Если вы посмотрите выпускников Гальдербергского университета, вы поймете, что только ленивый не учился в Гальдербергском университете. Его закончили от Миклуха Маклая и заканчивая последней императрицей всероссийской. Она входила в общество приличной женщины, то есть там два общества женских университетов. Ну, как вы понимаете, хорошие и плохие девушки. Да, вот она в хороших ходила, а плохие это от другого общества. В Гальдерберге более 45, а сегодня 56 обществ, многие из них старейшие, которым по 400 лет. При этом существуют корпуса, ордена, землячество и братство, соответственно, по сути это государство. По сути это государство в государстве. Все немецкие политики, все магнаты, все эти товарищи, все закончили Гальдербергское университет. И принадлежат к одному из этих выборов. Потому что есть общество, куда ты можешь прийти и уйти, а есть куда ты можешь войти и никогда оттуда больше не выйти. И тебе нужно 10 раз подумать на первом курсе, к какому обществу ты будешь принадлежать. Поэтому там дают возможность подумать в полгода. Человек может подумать в полгода. Что выбрать? Многие меня спрашивали, можно и не принадлежать? Нельзя. Тебя отчислить из университета. Нельзя не принадлежать никакому обществу. То есть найдут способ тебя отчислить из университета. То есть эта структура, она управляемая вот таким способом. При помощи общества. Разных. Объединенных закрытых обществ. У них у каждого свое здание огроменное стоимостью нескольких миллионов евро. У каждого общества. Вот у нас есть видео и фотографии приема в одно из обществ. Оно там прямо в самом начале расходит. Они в форме военной. Со шпагами, с палашами как бы идут через весь Гальдерберг с троевым шагом. Ведя вот этого узника. Нового к себе как бы в общество как бы. Под конвой. Вот такое вот театрализованное представление. И все смотрят с открытыми ртами. А они абсолютно серьезные. Они же никто не шутят как бы. Приводят его присяги как бы общества и так далее и тому подобное. И все этот человек. То есть с этого общества выйти больше нельзя. До конца дней. То есть ты сам это выбрал. Никто тебя туда не приглашал. Никто тебя не звал. Потому что может быть так. Ты скажешь я хочу. А тебе скажут нет. Еще может такая ситуация будет. Тебя не возьмем. Все. Вот так выглядит Гальдербергский университет. Но не так как у нас. Как вы говорите. Все происходит. А? 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 Это судьба. Это твоя судьба. Все оставшуюся жизнь. Вот. То же самое было со всеми великими в Европе. Приведу два примера. Которые вы можете легко проверить при помощи, так сказать, нескольких классов на компьютере. Например. Яполь Сонди. Школу которого я в общем-то и представляю психологию. Был рыцарем госпитальеров. Немецкой швейцарской линии госпитальеров. То есть по сути госпитальеры спасли Сонди. А госпитальеры вы уж прекрасно понимаете это же не просто организация. Это государство. Кто не знает что такое мальтийский орден. Наберите в Википедии. Вы узнаете что это государство. С дипломатическими паспортами. В полном смысле слова государство. Да. Они его спасли от фашистов. Выкупили его за деньги у фашистов. Поселили в Цюрихе. Сделали ему гражданство. Немецкая ветвь госпитальеров. Швейцарская. Цюриковская. Она как говорил немецкий фантон. Как бы она в общем-то и потренировала деятельность такого ученого как Сонди. Если вы возьмете любого там другого как бы ученого. То вы как вот например вчера. Очень интересный проект. Значит у нас есть коллега. Наш профессор живущий в Италии. И вот мы разговариваем. Учера уже там письмо было. И тогда там всякие. Организационные академические вопросы. И в общем-то. Начинаем читать биографию. Ну как бы человеком. Нам же с ним встречаться разговариваем. Потому что мы даже не понимать с кем мы говорим. Он там. Командор рыцарского ордена этого города. Вот с незапамятной. Его семья как бы имеет. Дворянская семья имеет там. Длинные корни как бы. Итальянские. Вот он там в этом городе. Первое лицо в этом лицарском ордене. Вот он профессор университета. Я вот таких. Я знаете. Даже выкладывал так. У себя в аккаунте. Фейсбуке. Интересные вещи. Кому интересно. Можете полистать. Может найдете. Есть профессор Мириндой. Это Болонский университет. Вот они там все стоят на входе. В общество в определенное. В плащах. В крестах. Вот по ним постоянно. Как выглядят вот эти вот. Ученые в Европе. То есть там в Европе. Вот. Не иметь отношения к этому всему невозможно. Даже теоретически. Т.е. общество какое-то в том или ином форме. Оно существует. Одни разные. Только в Кальдерберге в четыре разновидности. Потому что есть и землячество. Есть и братство. То есть то, что построено по принципу монашеского ордена. Есть рыцарские ордена. Есть корпуса военные. То есть есть вот итальянское военное общество. Люди, которые изучают итальянскую военную историю. Например. То есть вот у них вот. Их специализация. Их. Так сказать. Вот страсть. Это итальянская военная история. Тут существует. Такое итальянское военное общество. Студентов. Это преподаватели. Которые как бы объединяют в себе вот. Такой корпус военника. Т.е. там военизированный корпус. Который. Вот. Учит фехтование. Тростью. Шпагой. Как бы. И так далее. И изучают. Традиции. Итальянского оружия. И так далее. Вот. У них вот такая вот. Как бы вот. Страсть. Хобби. Такое вот. И они учатся на историческом факультете. А у Хальдерберга. Так сказать. Вот этот вот. Ну. Специализация. Европейское рыцарство. У самого факультета. Как бы. То есть. Рыцарские ордена. Духовные. Религиозные. И прочие там. Структуры. Вот. И вот. Они изучают. Итальянские. Итальянское направление. Как бы. Вот они специалисты. Там куча профессуры. Которая занимается Италией. Как бы. Непосредственно. Вот. То есть. Вы эти все вещи можете для себя. И. Как вы понимаете. То что у нас с вами не сохранилось. Ну. Здесь. Там где мы живем. Это все сохранилось в Германии. Там. Хотите в этом или нет. В Польше сохранилось. И в других. В Италии сохранилось. Про Украину много. И. У нас этих документов. Всех что? Просто нет. Ну. Здесь. Все документы с 18 века начали. Существуют. Других документов у нас нет. У нас такое впечатление. Что Украина до 18 века не существовала вообще. В принципе. Во прямом мире. И мы обсуждали этот вопрос неоднократно. И в академии. Почему так? Ну. Есть множество причин. Почему так? Вот. Первая причина. У нас. Представитель мандатной комиссии говорил. Что он заведовал там отделом культуры. В свое время. В облётной там. Конфигурацией академии наук. Как бы. И говорил. Что. Еще тогда. В те времена. При Советском Союзе. С Украины. Вывозилось огромное количество экспонатов. Просто вывозилось огромное количество экспонатов. Которые мы сегодня даже не видим. То есть. Вот я вам пример приведу. Я сейчас. Руководитель. Отделения академии наук. В Южном регионе. То есть. Это Херсон. Николаев. И Одесса. Как бы. То есть. Это. Совершенно огромная территория. И. Мне нужно сейчас. Реставрировать. Воспродавить общества. Которые были до революции. Минуя коммунистический. Как бы. Период. То есть. Нужно поднять. Те научные общества. Которые были дореволюционные общества. На Украине. Так вот. Весь смех. Заключается в том. Что. В Санкт-Петербургской библиотеке. Об этом. Есть много чего. А. В Одесской библиотеке. Где те общества были. Мало чего есть. Понимаете. Вот такой смех. То есть. То что говорит Володя. Как бы. Подтверждается. Что вывозили с Украины. Достаточно много. Документов. Архивов. Вот туда. В центральную. Как так сказать. Россию. Центральные архивы. Центральные библиотеки. Второй момент. Конечно. Очень важна. Это Великой Отечественная война. В которой участвовали наши с вами соотечественники. И которая в общем-то оставила неизгладимый след в народе нашем украинском. Хотите вы этого как бы или нет. С разных сторон. С разных сторон. То есть понятно. Что когда немцы как бы пришли. И оккупировали Украину как бы. То безусловно они с собой перехватили все что им нужно. Ну как бы. Что они хотели с собой взять. В Германию. И все по-моему. И дошло что-то до немецких архивов. Или не дошло. Что-то дошло. Что-то не дошло. Кто-то себе взял. Просто ему понравилась книжечка. Как бы в обложечке. В красивой. Вот он себе поставил. Там он. Дом у него стоит. Там дети уже правнуки его смотрят. На эту книжечку в библиотеке. Вот он себе взял одну книжку. Каждый по одной книжечке взял в роте. Уже 120 книжечек. Понимаете. Вот. Это вот Великая Отечественная война. Трудились все. Трудились над этим все. То есть разоряли Украину все. Кому только было деление. И достаточно длительный промежуток времени это происходило. Поэтому у нас если и есть книжки. Которые остались. Это книжки с 18 века до сегодняшнего дня. Документально существуют доказательства. Вот сейчас в нашем Львовском университете наша профессора работает. Он говорит. Я сразу говорю вам, Олег Викторовичу, что вы как бы все не тешили надежды. То есть 18 век. 18 век это самые ранние документы, которые существуют. С которыми может работать учет. Потому что работать с гипотезами может кто угодно. Вы понимаете. Выдумывать историю Украины. Вот у нас 300 историй Украины. Которые выдуманы. От волхвов всяких и так далее. Нео каких-то религий. И так далее и тому подобное. До государственного аппарата. Которому нужна та или иная история. В тот или иной момент времени. Хотите вы чтобы у вас была такая история. Пожалуйста. Хотите чтобы у вас были новые учебники. Деньги дайте вам. Новые учебники издадут. То есть по сути. Трудились и трудятся над этим. Все кому не лень. Поэтому мы когда работали в Европе. Мы столкнулись с документами о Украине. И в Германии. Документами. Документами в Польше. Документами в Италии. Которые прямо противоречат современной истории Украины. Прямо противоречат современной истории Крыла. В чем в общем то суть. Вы понимаете. Все люди. Они. Они. Преследуют определенные цели. Которые. Когда делают таким способом. То есть. Что это значит. Ну. Вы же прекрасно понимаете. Что. Если вы всегда были там кем то. То вы тем в общем то и оставайтесь. То есть. Украину постоянно хотят что. Опустить. Да. То есть. Сказать что вы никто. И зовут вас никак. Так и вообще. То есть. Вы. Там. Не особо пыхаетесь. И для этого подобного. Но. Знаете. В Европе. Существует. Очень неприятная ситуация. А. Ребятная ситуация. Заключается в том. Что там еще рушить нельзя. Вы там что то если разрушите. Вас в тюрьму посадят. Сразу же. Автоматически. Плохое это. Или хорошее. То есть. Не вашего материала. Понимаете. То есть. Попробуйте трогать. Или кирпичик. Или что-нибудь. Вам сразу же. Полиция. Навтыкает так. Что вы. Забудете. Как вас зовут. А раз ничего рушить нельзя. То все стоит. Вы же прекрасно понимаете. Может никто не знает. Чего оно тут стоит. Но оно стоит. И когда вы. Идете по. Западной Европе. Видите памятники. Нашему соотечеству. В полный рост. Это вызывает странность какую-то. И так. Вот это никто. Почему-то является элитой европейского рыцарства. Ему ставят памятники. У него дома. В Ротенбурге. И так далее. И тому подобное. То есть. Это уважаемейшие люди Европы. Как бы. И это наши соотечественники. Вот они стоят. В этих монументах. В Хальдербергском замке. На воротах Хальдербергского замка. На фронтоне Хальдербергского замка. Стоят наши соотечественники с вами. Как. Элемент истории европейского рыцарства. Понимаете. И. Если вы поедете на остров Мальта. Вы увидите там стоящих наших соотечественников. Которые охраняют гробницу. Магистра Мальтийского ордена. И так далее. И. То есть. Вот это вот никто. Оно. Как-то странно преображается в кто-то. Понимаете. То есть. И получается. Нас с вами. Достаточно длительный промежуток времени. Обманывают. То есть. Говорят. Что мы. Вот какие-то там. Неполноценные. Непадшие. Какие-то реликие. Или какие-то вообще. Вот. Что нам нужно интегрироваться в какую-то Европу. Резко нам нужно евро интегрироваться. Вот знаете. Еще 200 лет назад. Мы были отлично интегрированы. У нас все было интегрировано. Как бы. Мы были очень интегрированы. Нам даже памятники ставили. В городах. Там. В Германии. И так далее и тому подобное. И вот тут нам резко стало нужно зачем-то еще раз интегрироваться. А может лучше вспомнить историю. И перестать интегрироваться. И просто вот быть тем кто бы есть на самом деле. Самый простой способ это вспомнить историю свою. И перестать заниматься ерундой. Ох. 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 Продолжение следует...